Да чего же мы все-таки разные люди? Для кого-то опоздать это великий грех, а для кого-то вообще не прийти на встречу на ранее договоренную ничего страшного. Вот именно об этом мы сегодня и поговорим. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня мы переходим с вами уже к третьей главе книги «Психология и убеждения». Третья глава называется «Какое изменение в способе организации послания может привести к серьезным последствиям?» Название длинное, не запоминающееся, поэтому я скажу так. Через призму, естественно, прочитанной информации. Каждому человеку нужен свой подход. Честно признаюсь, мудреная глава, вот она как-то вот так вот выкрученно описана, но вроде разобрался и расскажу, что я понял из этой главы. Автор говорит, что в предыдущих двух главах, что мы делали? Мы разбирали, как сделать так, чтобы люди подчинились стадному эффекту и пошли все в одну сторону. В другой главе, то есть уже вчера, мы разобрали с вами, как сделать так, чтобы человек наоборот пошел в противоположную сторону. А сегодня автор нам рассказывает о том, как сделать так, чтобы изменить поведение человека. И он, автор, говорит очень интересную мысль. Люди склонны к подчинению нормам. Что значит склонны к подчинению нормам? Как сказал Максим Батырев, не знаю, это его фраза или где-то он ее взял, и фраза звучала следующим образом. Помните, говорит одно правило, все подчиненные заранее уже согласны выполнять ваши требования, но перед тем, как выполнить, они постараются вас прогнуть, чтобы этого не делать. Точно так же и здесь, что, допустим, мы возьмем какое-то общество, которое соблюдает какие-то конкретные определенные правила. И если я туда захожу и не выполняю эти правила, ну, общество, я думаю, даст мне понять о том, что так поступать не следует, и правил все-таки следует придерживаться. А если я обладаю какими-то правилами, и захожу в общество, где этих правил не придерживаются, то наоборот, мое придерживание правил может спровоцировать людей придерживаться тех нормальных правил, о котором говорит вообще все сообщество. И автор говорит, для того, чтобы изменить точку зрения человека, грубо говоря, с неправильное в правильное, есть два варианта. Положительные характеристики и отрицательные характеристики. И здесь автор говорит такую очень, ну, с моей точки зрения, мудрую мысль и правильную мысль. Ну, наверное, поэтому он и автор. Прежде чем понять, какое ты положительное или отрицательное будешь использовать, важно понять, на что отреагирует ваш оппонент, к чему он привык реагировать. Давайте чуть-чуть назад вернемся. Когда мы через положительное меняем человеческое мнение, то мы говорим, указываем на то, что сделали другие люди правильно, хорошо, и мы это отмечаем. И человек начинает стремиться к этому. А если человек реагирует только через негатив, то мы ему показываем, насколько недостойно поведение другого человека, схожее с его. И он начинает себя ровнять, видеть какие-то неприятности отталкивающие, и таким образом перестраивать свое отношение. Я, на самом деле, об этом способе вот только-только прочитал. Я никогда о нем не слышал. Я читал книгу «Карер Прайер. Не рычите на собаку». Там рассказывается о том, что вы должны подкреплять именно то, что хотите получить. Если объединить вот эти два инструмента, Роберта Челдини и Карер Прайер, то я думаю, в принципе, у меня получалось это делать. А получалось это делать каким образом? Когда я работаю не онлайн, а оффлайн, то я стараюсь всех своих сотрудников уговорить на то, что пунктуальность – это самый, что ни на есть, первый очередной навык, который следует отрабатывать. И как это у меня происходит? Все, кто у меня обучался именно оффлайн, все, кто были на моих занятиях, все всегда, да и онлайн тоже, все всегда знают, что я начинаю все вовремя. И вот, когда мы собирались в классе, ровно в 9.00 мы начали отрабатывать диалоги. Звонок продавцу, звонок покупателю, работу с возражениями, ровно в 9.00. И были люди, которые опаздывали. Кто-то на минуту, кто-то на пять, кто-то на десять, а кто-то приходил под конец. Что я делал? В каждом конце занятия я всегда говорил, спасибо большое, уважаемые коллеги, кто пришел вовремя. И поверьте, ваше упорство очень скоро начнет приносить вам результаты. То есть я делал акцент положительный на то, что люди пришли вовремя. А те люди, которые опаздывали, у меня есть тоже еще одно правило. Я абсолютно не обращаю внимания. Если вы опоздали, у вас всегда есть возможность зайти, потихонечку присесть и включиться в работу. Но сделать это так, чтобы никому не мешать. А после того, когда заканчивались занятия, все люди расходились по рабочим местам, я делал следующим образом. Я начинал разговаривать с теми людьми, которые опаздывают. Но не вот здесь и прямо сейчас собрать их в толпе по одной простой причине, что они начнут мне рассказывать причины, по которым они опаздывают. А я, так знаете, где-то в коридоре, где-то за чашечкой чая, раз, встретился с этим сотрудником, который с периодичностью опаздывает. И просто, не ругаясь, ничего, приводил ему аргументы и примеры, как опоздание вредит нашему обществу. Ну, вот, допустим, возьмем такую ситуацию. Вот вы, говорю, сидите, занимаетесь. Вы знаете, что ровно в 9 часов вы открываете там книгу и начинаете ее читать. И у вас на это всего там 30 минут. Вам нужно прочитать какую-то конкретную часть. А тут к вам зашел один человек пришел, опоздал, нашумел, второй. Скажите, пожалуйста, вы будете отвлекаться? Да. То есть, получается, у вас не получится нормально прочитать эту главу. Так? Люди говорят, да. И вы знаете, таким самым образом, показывая ему негативное состояние людей, которым они мешают, эти люди начинают задумываться, и их опоздания все меньше и меньше, точнее, все реже и реже начинают происходить. И в конечном итоге люди просто-напросто становятся пунктуальны. Сегодня, уважаемые коллеги, вот как-то не получилось мне привести какой-то пример, где можно было бы сказать, что приходите ко мне на консультацию. Поэтому давайте я вот прямо скажу. Первое. Если вы риэлтор, который имеет желание увеличить количество своих сделок и сделать их регулярными. Второе. Если вы руководитель и не знаете, как правильно поставить взаимоотношения со своими подчиненными. Третье. Если вы человек, который столкнулся с разного рода конфликтными ситуациями, и вам нужно их решить, приходите ко мне на консультацию. Я в этих трех вопросах с огромным удовольствием вам помогу. Чтобы прийти ко мне на консультацию, просто переходите по ссылке в закрепленном комментарии, и мы все ваши вопросы постараемся решить. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите. За ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok